К сожалению, мир сейчас обуен вот этими так называемыми либеральными ценностями, когда человек атомизирован, каждый сам за себя. А ведь на самом деле часть русского сознания, часть русского менталитета, скажем так, важнейшая часть – это жертвенность. В том числе жертвенность на поле брани. Не случайно, конечно же, русский народ, и здесь не надо ни перед кем лишний раз расшархиваться, конечно, русский народ создал это государство, в котором мы живем. Слава Богу, живут другие народы, и дай Бог им здоровья всем. Но русский народ создал это государство, великое государство, в первую очередь своей жертвенностью, в том числе и на поле боя. И то, о чем мы говорим, и то ваше движение, которое существует, это действительно попытка, я думаю, что благодарная попытка воскресить в русском человеке вот тот потенциал его жертвенности, его духовных мотиваций. Не все можно купить за деньги. А по большому счету, если суммировать все сказанное, мы, наверное, говорим о том, что замечательно сформулировал наш современник, подвижник благочестия XX века, когда сказал, что сейчас надо осуществлять подвиг русскости в условиях апостасии. А вот такая жертвенность, такая способность проявлять добрую волю, вопреки каким-то материальным, может быть, моментам, это и есть вот такой подвиг. Об этом говорил и великий афонский старец Иосиф Ватапецкий. Вот он говорил, что если у русского народа будет пламенная молитва, это будет такое море огнячее, с которого не пройдет ни одна вражеская ракета.